А тут кто у нас анунак? Ай-яй-яй, Володя, как ты себя плохо вел на этой неделе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас мы тебя в угол на гречку поставим. Все ж ты, Володя, мало людей в своем концлагере уничтожил. Почему мало взрываешь домов? Ты ж раньше взрывал много домов. Столь гигантской суммы на строительство дома была потрачена не из-за местоположения дома и не за его размеров, а из-за необычных строительных материалов. На отделку дома было потрачено около, только вдумайтесь, 200 тонн золота и платины, а пол выложен плиткой с метеоритным камнем и настоящими костями тираннозавра, жившего 65 миллионов лет тому назад. В общем, шикарный ролик. Владимиру еще раз огромное спасибо. Канал Амазонинг Ченнелл. Так вот, я также думаю, что на земле живут эти самые анунаки. Генетически наиболее приближенные, наверное, специально созданные для управления людьми. Все политики самых ведущих держав это, конечно, знают, потому и не рыбаются на ФРС. Вам кажется, конечно, это фантастика. Успешу подтвердить, что Владимир прав, это не фантастика. То, что он озвучил, это факт. Поэтому они сейчас и пытаются объявить, что скоро прилетят инопланетяне, то есть психологически готовят к визиту. Хотя уже давно здесь шарятся, снимают специальные фильмы подготовительные и так далее. Вот меня спросят, а где тот самый главный анунак вообще может жить, про которого ты говоришь? Догадайтесь сами. А именно там, а именно в той стране, где на бумажной купюре изображена планету Нибиру. Если посмотреть на дизайн швейцарских франков, возникает множество вопросов. На дизайне купюры швейцарских франков номиналом 10 франков отчетливо видно изображение Солнечной системы с эллиптической орбитой таинственной планеты Нибиру. Или, как еще и называют, планеты Икс. На которой, по преданию шумеров, живут вот как раз божественные существа, именуемые анунаки. Кстати, в Швейцарии никогда не было войн. Они всегда в нейтралитете. Везде люди воюют, убивают друг друга. Какой-то ад происходит, а в Швейцарии тишь да гладь. Так вот, возникает главный вопрос. А где этот самый анунак, который является смотрящим на земле? В каком доме он должен жить? Если примитивно рассуждать, я думаю, в самом дорогом доме на земле. Представляете? Так оно и есть. Одной из главных новостей в сфере недвижимости стала информация о завершении строительства самого дорогого особняка в мире за всю историю человечества. Он обошелся анонимному заказчику в 12,2 миллиарда долларов. Абрамович нервно курит в сторонке. Как сообщает источник Business Insider, дом, возведенный компанией Exclusive House под руководством архитектора Стюарда Хьюза, располагается на участке площадью в 2440 квадратных метров на берегу Цукского озера в Швейцарии. Да, я, честно говоря, надо было раньше меня ждать на паузу и просто про Швейцарию кое-что вам показать. Такой момент. Ну, тут в ролике уже, как бы, Владимир сказал, но я мысли-то продолжу. Смотрите, Швейцария. Почему там живут вот эти рептилоидные ануннаки? Сейчас я вам покажу. Потому что, действительно, это рядом с водой. Вот они, как бы, им нужно, чтобы непосредственная близость с водой была. Даже вот Женева, да? Смотрите, она находится четко возле водоема. Это неспроста. Ануннаки, они, как бы, у них больше закос не под рептилию, а под рыбу. То есть, ануннаки, это в большей степени ихти. Помните, вот даже у Папы Римского головной убор сделан в виде рыбы, которая открывает рот. И там же, что них это, закос идет под это все. Вот если сбоку посмотреть на его головной убор, то мы с вами видим, что эта рыба открывает рот. Видите, уважаемые слушатели и зрители. Видите, каких этих ставят. Это же все садисты. У них же, в основном, у всех, у них обувь из детской кожи. То есть, маленьких деток они разделают. Это я не придумаю. А тут кто у нас, ануннак? Ай-яй-яй, Володя, как ты себя плохо вел на этой неделе. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас мы тебя в угол на гречку поставим. Все ж ты, Володя, мало людей в своем концлагере уничтожил. Почему мало взрываешь домов? Ты же раньше взрывал много домов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, да, ануннаки больше у них закосы, да, под рыбу. Вот, смотрите, как они изображались, ануннаки, в виде рыбы. Видите, как бы голова идет, а дальше тело рыбы. Не знаю, видно, не видно. Давайте попробую лучше найти картинку. Вот вам, пожалуйста, друзья ануннаки, как они изображались. Рыбки. Поэтому им очень важно находиться рядом с водой. Особняк этот построен на берегу. На берегу Цукского озера в Швейцарии. Наконец-то Слава говорит полную правду и не скромничает. Да я, по-моему, Сергей Шан всегда ее говорил. И не скромничал. Да, правильно, ануннаки. Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok